Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Щековская Екатерина. Меня спрашивали такой интересный вопрос. А можно ли рисовать сразу на фото, на фигуре человека, клиента, какой-то эскиз? Ответ, конечно же, будет можно. И это можно делать как в Adobe Illustrator, так и в Adobe Photoshop. Но здесь есть такой момент. Вам нужно взять фотографию человека, желательно в нижнем белье, в купальнике, в какой-то облегающей одежде, для того, чтобы у вас фигура не искажалась. И желательно, чтобы он стоял ровно. Ну вот как в данном случае, это фотография с модельного кастинга. Девушка спокойно, ровно стоит в купальнике. Мы видим ее форму, мы видим, как она смотрится, какие где изгибы. И на них можно рисовать, соответственно, эскиз. Принцип здесь будет практически точно такой же, как на эскиз на шаблоне. Можете посмотреть много разных вариантов. У меня есть видео и в челлендже 100 эскизов. Можно рисовать более реалистично, не так, как технический эскиз. Можно даже на движущейся фигуре рисовать. Вопрос в цели. То есть вы в фэшн-иллюстрацию уходите, вы просто хотите прям клиенту показать, как на нем это изделие будет смотреться. И еще один такой момент, что часто человеческое тело, оно бывает не симметричное. И это может помочь в том плане, ну бывает, например, уровень плеча разный. Да, там когда идет сколиоз какой-то в спне, то одно плечо выше, другое ниже. Сразу на эскизе это можно обозначать, показывать, что туда пойдет, например, какая-то плечевая подкладка. Либо, ну бывают более такие неприятные дефекты, там с грудью какие-то проблемы или еще что-то. Тогда сразу это либо на белье сажается, либо же можно выравнивать то, что часто бывает неровная линия талии. Это все вот уже можно сразу и посмотреть. Если же какие-то недочеты, они небольшие, то ими можно, по сути, пренебрегнуть и делать симметричную выкройку. Ну и симметричный эскиз, как вы знаете, то, что конструктор, он тоже, как правило, строит половинку, да, а потом эту половинку уже на целую мы раскрываем. Вот, соответственно, в эскизе приблизительно то же самое. Конечно же, все зависит от качества картинки. Если она у вас вот на белом фоне, как в данном случае, тут вообще как бы никаких проблем нету. А если у вас оно сфотографировано на каком-то непонятном фоне, желательно потом в фотошопе почистить на белый фон. Либо же есть такой вариант, когда вы берете прям фотографию и на этой фотографии что-то добавляете, что-то меняете. Чаще это удобнее делать в фотошопе. Но сегодня я покажу в Adobe Illustrator. Я открыла фотографию, в моем случае, модели, модель в купальнике. И на этой модели мы будем рисовать эскиз, то есть использовать ее как шаблон. Данный слой, где у меня размещена девушка, я блокирую. Выбираю инструмент перо и будем на ней, в принципе, как на шаблоне, рисовать эскиз. Как видите, у меня не самая качественная фотография, и это минус, конечно же. Сейчас я выберу контрастный цвет какой-нибудь, например, красный, чтобы хорошо было видно ту линию, которую я буду рисовать. Ну и давайте попробуем сделать какой-то эскиз для того, чтобы посмотреть, как это все будет отражаться. Мало чем отличается от эскиза на шаблоне. Единственное, что возможно будет асимметрия у нас вылезать. Но это сейчас мы посмотрим, будет она у нас вылезать с вами или нет. И, конечно же, смотрите, белье. Тут такой момент, нужно понимать, какое белье, то есть либо это то белье, с которым действительно будет эта вещь носиться, либо что-то универсальное. Потому что я сейчас, когда буду перекрывать, то, ну, чтобы оно у меня не торчало из-под того наряда, которое я предполагаю для данной девушки. Поэтому, в общем-то, эти моменты тоже нужно учитывать. То есть, если я захочу на нее какое-то платье корсетное нарисовать, то купальник мне будет мешать. Такие банальные вещи, но их надо тоже учитывать. Так, я задумала на нее нарисовать платьице. И, соответственно, используя инструмент перо, сейчас я рисую контур. Потом мы его закрасим цветом. Степень детализированности, степень прорисовки и стилистику рисунка здесь вы можете уже выбрать сами. Главное, не забывайте, что у вас уже есть человек, на которого вы рисуете. И не должно быть такого, как иногда бывает, что вот рукав идет, да, и вот так вот рука торчит. Вот здесь такого быть не может. Но если вы рисуете, что у вас рукав, соответственно, рукав должен руку закрывать. И, как бы, все-таки быть одеждой, а не просто так, чем-то таким непонятным. Ну и, соответственно, здесь будет распределение. Потом сейчас юбку вниз можно будет убрать. Я решила нарисовать платье. Для примера того, как это будет смотреться. Так, половиночка у меня получилась. Теперь сейчас возьму инструмент зеркальное отражение. Сразу могу задать степень облегания тоже. Смотрите, то есть я завысила талию. Все это здесь надо тоже учитывать. Так, чтобы лучше я видела эскиз, я его сейчас залью белым цветом. Вот он, смотрите, как смотрится. Что у меня получилось? То есть на моей девушке получился какой-то фрагмент одежды. И сейчас я уже буду его править для того, чтобы создать тот вид, который мне больше подходит. Так, это мы на передний план. Линию плечик сейчас тоже я поправлю. И вот здесь еще есть такой момент, что, видите, волосы у нее там тоже хотелось бы, чтобы они сюда как-то пролезали. Это можно, в принципе, сделать, но можно и не делать. То есть тут удобнее, когда это векторные шаблоны, и волосы потом можно положить сверху. Ну, если это просто должен быть эскиз, который отражает именно одежду, то это совершенно не обязательно. У меня получился нахлестик такой. Соответственно, сюда мы сможем расположить застежку с пуговками. Сразу видна глубина. Сделаем симметричную. Так. По низу я пройдусь инструментом сглаживания. Очень тоже хорошие инструменты. Дает более мягкую, интересную форму. Так, теперь сейчас я нарисую складочки. Пока вот он у меня такой, ну, давайте скажем, сыроватый эскиз, да, потому что на нем особо еще ничего не видно. Но моя задача сейчас основную форму передать. А потом уже буду добавлять всяких разных красивых элементов. Сначала рисую складочки. Рисую толстыми линиями. Потом линиям придадим красоты. Так. Здесь у меня будут пуговки. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать пуговок. Думаю, что надо их помельче будет сделать. Даже можно побольше. Так. Вот так, хорошо. Немножечко сейчас их побольше. Сгруппировать. Сделаем платье трикотажным. Сейчас манжетики ему сделаю. Такое легкое трикотажное вязаное платье. Так, смотрим. И можно теперь сделать, например, заливку. Я уже подобрала заливку трикотажную из интернета, из гугла. Будем дорабатывать по месту. Так, гамма. Пуговки будут коричневые. Без цвета контура. Здесь цвет контура. Вот, кстати, смотрите. Можно цвет контура сделать черным. А можно его либо совсем убрать, либо сделать темно-зеленым. В зависимости от того, как бы вы хотели, чтобы у вас передавался этот момент. Поэтому, например, складки, их можно оформить темно-зеленым цветом. Сделать их более такими. Мягкими. Вот. Ну, и манжеты, например. Можно с черным фоном, можно нет. Так, теперь можно добавить еще теней. Ну, то есть добавить художественности эскизу. Сейчас вот эту линию сюда поправлю. Так, и на непрозрачности сыграем. Таким образом у нас появится тень. Также можно тень сюда добавить. Ну, вот это уже художественный такой момент. То есть, видите, она вот уже и по заливке, и по всему будет вполне себя приятно прилично вести. А по волосам вообще я бы рекомендовала сделать так, чтобы у модели не было видно волос. Просто собрать их хвостик. Таким образом, вот такой проблемы с волосами не очень красивой ее не будет. Так, давайте посмотрим. Здесь тоже можно добавить на складках теней. Сейчас я сначала нарисую тень, а потом им дам заливку правильным цветом. Сначала рисунок, потом заливка выбираем. Все складочки тоже тень мягкую делаем, чтобы она в глаза особо не бросалась. Можно манжеты тоже более такими темненькими оформить. Тогда они будут немножечко выделяться. Можно не оформлять. Ну, вот это уже такой момент. А, немножечко, мне кажется, девушка смотрится толстовато в этом платье. И я бы тогда вот эту линию, вот это место, немножечко бы приталила. А, нет, вот она уже там. Соответственно, ну, в смысле, там уже девушка, и я не могу эту линию подвинуть. Я упираюсь в нее. Это, кстати, хороший момент. Можно тогда попробовать эту линию, например, немножко опустить. Возможно, да, она будет смотреться более интересно. Вот таким образом сюда добавить черную водку. 0,01. Вот. Поэтому вот на нашей модели получилось нарисованное платье. Еще можно... Давайте я копию создам, чтобы именно этот эскиз не трогать. Я даже вот фото создала. По фото, да? Так. Вот еще один такой момент. Вот оно вот так вот получается не очень, да? Не стыкуются у меня друг с другом. А, иллюстратор, это векторный редактор. Но мы можем создать отравочную маску. Таким образом он вылетел у меня на этот слой. Сейчас я его верну. Вот. И здесь тоже сейчас дадим обтравочную маску, чтобы девочка была небольшая. Я здесь уберу прямоугольничек, создаю. Вот. Например, я могу... Смотрите, сейчас два варианта покажу, что можно сделать с эскизом. Вот так, сгруппировать. Вхожу в режим изоляции двойным кликом. Нажимаю и делаю, например, заливку под деним. Вот я выбрала здесь две заливки. Я их из гугла взяла. Эти заливки заранее внесла документ. Вот у нас платье из денима получилось. Хотя вот такая вот структура вряд ли получится. Хотя, может быть, это такой трикотаж наподобие денима. А такое может быть. И еще я хотела показать вариант, как мы можем поступить с волосами. Так. Вон момент то, что нам понадобится. Мы с вами смотрим на эскиз и смотрим, насколько на тело у нас заходят волосы. Сейчас я создам еще один слой и на нем очерчу контуры волос. Одного и второго. Ну, это такой же комбинаторный метод. Он не обязательно нужно его использовать. Это просто вот хочу показать, как это можно сделать. Это один из способов. И опять же, он не идеальный. Так. Ctrl-C. На этот слой Ctrl-B. Скопировала. Теперь выбираю мою фигуру, мой кусочек. И создаю обтравочную маску. Еще раз. Ctrl-B. И другой кусочек. И еще раз создаю обтравочную маску. Вот у меня получилось два кусочка волосиков. Включаю все обратно. И вот смотрите, они легли поверх. У меня еще не очень хорошее качественное изображение. Но такое тоже вот можно сделать, когда вживить как бы больше данный эскиз в данное фото. Это пример. Это не обязательно делается именно так. Можно брать векторные шаблоны и из них уже рисовать. Но вот такой вот способ, он вполне, на мой взгляд, рабочий. И можно его использовать. Можете рисовать совершенно любые эскизы на данной модели. Сразу будет понятно. И может быть сразу ваша ткань в вашем цвете. Например, у вас есть кусочек, когда вы сходили в магазин, сфотографировали кусочек ткани и его наложили на тот эскиз, который вы хотите пошить. И это очень хорошая визуализация, например, для клиента. Но вам нужна хорошая фотография клиента. Согласитесь ли вам он ее дать или нет, это уже другой вопрос. Именно поэтому я показывала этот пример на моделях, которые проходят кастинги, для которых такой внешний вид, это нормально. Не все готовы на это пойти. Поэтому будет ли у вас достаточно качественный вариант для того, чтобы с ним работать. Но эскиз вы всегда сможете отсюда забрать. И вот он у вас отдельно получающийся эскиз. Это один из способов работы. Ни в коем случае не говорю, что это истина в последней инстанции. Мне задавали вопрос, можно ли использовать фотографию, можно ли на ней рисовать эскиз. Можно. Вот вам пример. Вот как это смотрится. Если у вас появились вопросы, пишите мне их. С радостью на них отвечу. Всегда с удовольствием читаю ваши комментарии. Я очень рада, что мои видео вам помогают в работе и учебе. Это, наверное, и есть их основная цель, чтобы поделиться тем, что я умею, тем, с чем я работаю, и сделать вашу жизнь проще. Я тоже училась в свое время. Для меня было сложно найти данную информацию. Я вот то, что наработала, то, что научилась, этим делюсь. Сейчас, слава богу, информация появляется. И программа Adobe тоже развивается. Делает многие вещи намного удобнее. Поэтому используйте этот инструмент. Это очень удобно. Я уверена, что 2D-эскизы еще все равно будут жить достаточно долго. Они не канут в лето и будут с нами. Большое вам спасибо. Ставьте лайк, если вам понравился данный вариант и данное видео. Не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик уведомлений, чтобы получать новые видео. И никакие новые приемы и фишки не прошли мимо вас. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok